Добрый день всем любителям футбола. Чемпионат Москвы по футболу среди команд любительского футбольного клуба в дивизионе А. 14-й, заключительная перед летней паузой. Капризная достаточно сегодня московская погода, как видимо и жарко, и дождь. Но надеюсь, команда нас порадует искрометным футболом, вне зависимости от тех условий, которые диктуют погодам. Продолжается атака, уже с участием Смирнов, который вернулся на поле. Удар издали. И опасно, пожалуй, да. Локомотив уже создает свой первый по-настоящему опасный момент. Футболист Локомотив в чужой штрафной площади на подборе вторым темпом атакует. Локомотив, удар издали. Практически с радиуса штрафной площади. Ой-ой-ой, поспешно Горбулев предпринимает вот это действие. А сейчас, по всей видимости, мы увидим первую желтую карточку. Вытянулся на своего соперника Горбулев и вынужден был Донских валить в этой ситуации. Ну, сейчас свисток. Подача опасная. И есть гол в этом матче. По всей видимости, успел сыграть нападающий вблизи вратарской. И вряд ли после подачи или удара Тимофею Квасову мяча касался сетки прямым направлением. Атакует Локомотив. Прекрасная разрезающая передача. И второй мяч отправляет в сетку футболиста Локомотива. Давид Сарабикян, номер 15-й, увеличивает счет до двух забитых голов. Кудрявцев совершенно один в центре, принимает мяч. Сам Артем набирает скорость. И свалили на нем. Как кажется, это будет еще одна желтая карточка. А не вторая ли она у Тимофея Квасова? Да, так оно и есть. И в результате за два предупреждения Тимофей Квасов покидает пределы поля. Смотрим, как Петр подойдет к исполнению этого стандарта. Разбегается, бьет и рядом, рядом со штангой есть пространство. Видит он подключение, как раз слышится на замену Каракена. Прострел, удары! Здорово, ведь здорово имел возможность пробить с такого близкого расстояния. Павлов Каракена. Здорово. Ских продлевает атаку, удары! Есть! Есть забитый гол. 1-2 становится счет в нашем матче. Великолепно с острого угла здесь пробивает Артур Каракен. А сейчас Артур записывает на свой счет забитый гол. 1-2 еще играть очень даже прилично. Укьянчиков подача. Борьба за верх и гол! 2-2! Великолепно! Великолепно на втором этаже разбирается в данном случае Степан Аксенкин и 2-2. Но и Степан Аксенкин выше всех. Выпрыгнул, неотразим пробил головой. Подача Максима. Здорово. И здесь защитники имели возможность побороться за этот верховой мяч. Вы нас и финальный свисток арбитра в матче Родины 2007 года рождения молодежного локомотива. Зафиксированный результат 2-2. Спасибо, что следили за этой трансляцией. Для вас игру комментировал Артем Гурьев. Любите Родину и болейте за своих. До будущей встречи!